В Магнитогорск вернулись триумфаторы Олимпийских игр в Корее. Вратарь Металлурга и сборной России Василий Кошечкин и капитан Магнитогорской команды Сергей Мазякин. В аэропорту чемпионов встречали сотрудники хоккейного клуба, благодарные болельщики и, разумеется, журналисты, в числе которых был и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. На часах нет и пяти утра, а обычно тихий и спокойный аэропорт Магнитогорска уже во власти приятной суеты. Десятки горожан в этот первый весенний день, не по-весеннему, впрочем, морозный, не поленились подняться ни свет, ни заря. А некоторые, признаются, и вовсе обошлись без сна. И все ради того, чтобы приехать сюда и в числе первых поприветствовать новоявленных олимпийских чемпионов. В только что отремонтированном фойе второго этажа аэропорта собрались более сотни встречающих. Здесь и духовой оркестр, и девушки из группы поддержки Металлурга Классик Старс, а также сотрудники клуба, талисман хоккейный магнит Келесенок Тимоша, многочисленные журналисты и, конечно, самые преданные болельщики команды, как с солидным стажем, так и совсем юные. Среди тех, кто ради исторического события серьезно нарушил привычный режим дня, воспитанник школы Металлург первоклассник Игорь Жилин. Удалось немножечко поспать. В автобусе поспал хорошенечко. Мои два счастливых дня наступили уже. А почему они счастливы? Потому что завтра в школу не идти, и сегодня. Но одну школьную вещь, дневник, Игорь все же взял с собой. Я в днем пишу домашние задания. Ждал автографа давно уже, с прошлого года. И вот они, точно по расписанию, главные герои. Вымотанные до предела, но находящие слова для небольшого интервью. Сергей Мазякин и Василий Кошечкин отметили, что посвящают золото игр в Корее родным, близким и всем российским болельщикам. И признались, что пока не до конца прочувствовали свой новый статус – олимпийских чемпионов. Не так много мы в России находимся. Вот так медаль тяжелая, шея болит. А так пока еще ничего не понятно. Сейчас 5 утра, мы чуть-чуть не понимаем, где мы находимся. У нас был долгий очень путь, и мы его проделали. Сделали для России огромное дело, завоевали медали. Сейчас охота просто отдохнуть. Действительно, последний день перед возвращением в Магнитогорск стал для Сергея и Василия более чем напряженным. Вместе с другими победителями и призерами игр они встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и побывали в Кремле, где получили государственные награды «Ордена дружбы» из рук президента Российской Федерации Владимира Путина. Все очень приятно было, что и туда, и туда съездили. Наверное, немножко просто затянулось это. Мы сутки провели в автобусе, ездили туда и сюда, и как бы это уже... Еще не успели, наверное, восстановиться. То есть, вот так эмоционально, конечно, огромный подъем, наверное, у нас. Насколько я понимаю, вас ждем уже вдвоем, да, на ряду? Ну, я думаю, я надеюсь, что мы сегодня не будем. Сегодня отдыхаем. Последний игровой день 10-го регулярного сезона КХЛ «Металлург» проведет без своих олимпиоников. А уже в воскресенье, 4 марта, магнитогорцы начнут первую серию юбилейного розыгрыша Кубка Гагарина. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, Вячеслав Юдин. Телекомпания ТВИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова